на пятый традиционный турнир по дзюдо мемориал братьев улюшкиных лобня представила сразу 50 юных спортсменов затем как борется за победу следила наш корреспондент елена козлова лучший подарок ко дню победы это победа а еще лучше много побед и если не в турнире в целом то хотя бы над самим собой именно за победы и приехали юные спортсмены на 5 традиционный турнир по дзюдо мемориал братьев улюшкиных турнир сильных ловких волевых умеющих постоять за себя и если понадобится за родину вот такой нерукотворный памятник пяти братьям защитником нашей страны во время великой отечественной войны воздвиг президент клуба дзюдо бранком мастерс константин кузнецов до войны все 5 братьев василий петр иван михаил и сергей проживали вместе со своей матерью екатериной улюшкиной на красной поляне война отняла у екатерины дмитриевны всех пятерых сыновей но поскольку официальную похоронку мать получила только на василия туда самой своей смерти а умерла она в пожилом возрасте продолжала их ждать в конце 90-х в лобне на красной поляне появилась улица братьев улюшкиных на которой собственно и живет константин кириллович профессиональный спортивный клуб дзюдо бранком мастерс появился в лобне в 2012 году а вместе с ним стартовал и детский турнир сегодня он включен в календарь федерации по дзюдо московской области и является хорошей площадкой для внутриклубного рейтинга юных спортсменов потому что это красивая борьба и ты находишь себе спортсмен на мужчину дзюдо это особенно вид спорта дзюдо там думать надо и думать быстро бороться побеждать перебарывать себя мне это нравится это еще олимпийский вид спорта считается также им занимается президент в общем дзюдо это хорошо применялся нет запрещено на улице применять на других приемы которые это значит другие не знают а хочется нет как же показать что ты сильнее тогда приглашаю на татами в этот день приглашением встретиться на татами приняли более 200 ребят возрасте от 8 до 12 лет география турнира в основном московская область порядка 10 московских спортивных школ а также спортсмены из тулы рязани твери обнинска лобня была представлена сразу 50 юными спортсменами чтобы объяснить повышенное внимание спортсменов к турниру достаточно сказать что он стал генеральной репетиции перед первенством центрального федерального округа подзюдо которое пройдет 28 29 апреля также на территории московской области то есть это турнир так скажем предофициальные то есть официальные турниры это официальное первенство московской области вот такие турниры как наш они являются как бы смотром подготовкой к участию в официальных турнирах несмотря на предофициальный статус турнир собрал не только официальных но и можно сказать звездный тренерский и судейский состав Почему? Объяснил президент Федерации подзюдо Московской области Игорь Федоров. Потому что это один из этапов подготовки к олимпийским медалям. И начинается этот возраст, который сейчас 13 лет, это один из самых основных, потому что мы закладываем основу. Поэтому приезжают специалисты у нас, судя олимпийской категории, всероссийской, международной категории, приезжают тренера высшей категории. Для чего? Для того, чтобы можно было отобрать в дальнейшем группу, спортивную группу более высокого уровня. В свою очередь судья олимпийской категории Анатолий Трофимов объяснил, почему именно детские турниры нуждаются в высококачественном судействе. К детям особое повышенное внимание со стороны организаторов, тренеров и тем более судей, потому что они еще не совсем опытные. И здесь надо четко контролировать, что они делают на тотеме. И не путали просто, скажем, единоборство уличного варианта, а именно в рамках правил. Турнир «Мемориал братьев Улюшкиных» проходил по олимпийской системе и давал шанс даже проигравшему побороться за медаль. Кстати, медали в этом турнире особенные. Во-первых, не круглые, а квадратные. А во-вторых, не из драгоценного металла, а из мемориального камня. Сразу пяти лобнинским спортсменам удалось стать обладателями необычных медалей. На высшую ступеньку пьедестала взошел Артур Агранян. Обладателями четырехгранника третьей степени стали Арсений Трофимов, Павел Харлов, Сара Сафарян и Эмиль Петросян. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобни.